Да, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно. Что, твой счётчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно. Фон в норме. И у Степана тоже норма на дозиметре. Можно дышать без масок. Так, значит, не врали. Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава ордена. Объясни, наконец, хоть что-нибудь. Хорошо. Начну с главного. Война не окончена. То есть, как это не окончено? Не перебивай. Большая часть городов уничтожена. Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником. Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственно возможное решение не подавать признаков жизни. Для обеспечения маскировки был разработан план ЩИП. Сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы. Чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не наврекли на нас новые боеголовки. И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих. А раньше сказать было нельзя, когда Артем с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой? Нет, нельзя. Я сам доступ получил полгода назад. Под грифом «расскажешь – сдохнешь». Ребятам врал, что метеостанцию охраняем. Святослав Константинович, если нельзя назад, как насчет вперед? Есть мысль, но... Артем, чем молча глазами сверкать? Проверь лучший эфир на длинных волнах. Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выжили. Так что постарайся. Ищи позывной «Ковчег». Ах, понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы. Ах, тут и трибунал мне нужен. Дороги домой нам нет. А раз так, надо двигаться вперед. Что еще за командование? Командование обороны Москвы. Слышало про невидимых наблюдателей? Ну-ка, ну-ка, это что? Всем, кто слышит это сообщение, всем, кто хранит верность присящей, объявляется общий фонд. Точка сбора, код 1811-79. Квадрат 18-79. Повторяй. Объявляется общий фонд. Точка сбора, код 1811-79. Точка сбора, код 1811-79. Так, вот здесь, значит. А ну, дай ремонт. Ясно, хорошо. Вот высловывается примерно такой. Вот наша цель. Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это. Проект Копчак это целый подземный город. Огромные запасы техника. Лучшие специалисты. Это ставка верховного главнокомандующего. Там все руководство страны. И они начали возрождать страну. Мы расскажем им, что Москва жива, что все было не напрасно. И все изменится. Все, вы понимаете, это. Начинается новая жизнь для всех выживших. А с женщинами там, кстати, как ситуация. А ну вы. Ну, раз такой случай. Дамир, доставай. Что доставай, товарищ полковник? А что у тебя вечно во фляге волькает? Что, думал, не знаю? А, это, это я мигом, это я не поверил сначала. Но до Урала путь не близкий. Давайте, что ли, обустраиваться как-то. Название этой развалине дадим. Ну а что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки. Да иди ты. Берзю. И еще лучше. Да ну. А как насчет Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Вы сами знаете чего. Другое дело. Неплохо. Мне нравится. Красивое имя. Вообще норм. Но Крессер чего? А, потом расскажу. Значит, и решено. Ха-ха. Тогда забру. Забру. Артем, давай на карту-то посмотрим. Ну, отметили и хватит, пожалуй. Ярмак полный вперед. Есть! Бойду ли я езжу? Ничего себе, Маршрут. Сколько же нам туда ехать? Как ты, ежа? О, ха-ха-ха. Сдал от него стрелок в сердце, а получил от непритудового. Капулю в ноги, Маршрут. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты точно на порядке? Я тебя знаю. После долгих лет в подземелье, воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. Двадцать лет мы считали, что нет больше ни правительства, ни президента, ни армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом, и нам придется прорываться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Ты как, родной? Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Отец только и думает об этом. Как заслужить прощения, вернуться в метро и зажить своей прежней жизнью? Той жизнью, от которой ты всегда бежал. А я... тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ух ты! Костер! Люди! Там люди! Нормозите! Огневой контакт! Четверо! Дрезина! Всем рубку! Окси-бар! Артём, ты как, цел? Ёк-коро-папай! Один селитр нагрётся! Насколько всё плохо, двигаться можем? Нет, приехали! А, проклятие! Могло пост чей-то в тумане не заметили. Кто охранял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичьё какое-то. Старичьё? Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть баб с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артём, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка, взять ещё лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Может, и я с Артёмом? Как усиление? Нет. Пока в ситуации не разберёмся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали. Справятся. Ермак, когда сможешь починить Аврору? Пока не знаю. Может, день? Может, больше? Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Стёпа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, менясь. На тебе разведка близлежащей территории. Принято. Идиот, прикроешь его с Авроры. Есть. Сэм и Алёша в резерве. Есть, сэр. Артём, планшет не забудь. Я как, ненадёжный? Я этого не говорил, Сэм. Всё, отставить разговоры. Артём, там планшет на панели. Нашёл? Нет? Ну, вот же он. Парал. Продолжение следует... 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 Пока ты был внутри, я тут осмотрелась. Смотри, опора ЛЭП. Для снайпера места лучше не найти. Идём туда. Идём туда. Идём туда. Идём туда. Идём туда. Ага, Лотта. Купаться тебе, значит, не придётся. Местные, видимо, в основном по реке передвигаются. Артём, ну, я полезла наверх, а ты висла в руки и греби в цепь. Как устроюсь, вызову. Удачи. 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 Ты отец Филантик говорит? Дашь! Артём, внутри прикрыть не смогу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребёнком. Но ты справишься, я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Это, блядь, что было? Кит? Ух, и здоровый, сволочь! Меня вообще старик в дозор отправил. Говорит, сиди тихо, приключений на жопу себе не ищи, бескрайней необходимости не вмешивайся. Вот я за тобой смотрю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Эй, Варя! Варя! Ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелок пущу! Варя! 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 Варя Продолжение следует... 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 Ну и ладно, и хорошо, с тобой-то сам мы всегда договоримся. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 на полочку, а потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю так. Так что учитесь оружейному делу настоящим образом. Слушай, Артём, тут такое дело. Я для тихоря кое-что сделал. Попробуй установить. Вербстак свободен. Ну, не буду задерживать. Ну, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Артём, верстак сейчас не занят, так что если нужно припасов на химичить или оружие... Аня, спасибо вам с Артёмом, что помогли нам. Без вас не знаю, что с нами было бы. Проклятое здесь место не иначе. Ещё и сила антиэтот. Катя, не стоит раньше времени благодарить. Можете только Артёму удачи пожелать. Конечно, Артём, пусть вас Бог хранит. И вам, Стёпа, спасибо. Да что вы, не стоит благодарности. Дядя Артём! Дядя Артём! Вы ведь на задание, да? Я попросить хотела. Вон там баки большие. Если встретите там моего Мишку, принесите, пожалуйста. А? Его демон украл. Летающий, страшный. А они там живут. Он демонятам своим унёс, наверное. А я сильно по нему скучаю. Хотела в гости пойти, но мамы не разрешают. Там ведь электрические демоны тоже есть. Правда-правда, они ночью появляются. И светятся. Красивые. Но тоже страшные. Немного. Артём, я ведь тебя так и не поблагодарила как следует за то, что ты меня из того подвала вытащил. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придёшь и спасёшь меня. Спасибо, любимый. Ну, беги. Возвращайся скорее. И от радиации держись подальше. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, ты понял. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эй, это что у вас за концерт по заявкам на рабочей чистоте? Боезд на задании. Нехера его нагружают всякой ерундой. Всё, всё, товарищ полковник, уже ничего. Ах, распустил я вас. Ладно, конец связи. Ух! 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 Артём, менник на проводе. Даю координаты князе. Он в дозоре мост караулит. Встретишься с ним, получишь последние данные по окрестностям терминала. Конец связи. Ух! Ух! Ну, здоров, брат по крови! Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают. А я тут уже как родной. Слышал ты на терминал за грязиной, но тогда слушай, чего я тут на размерах. Вот терминал. Как я знаю, с вами. К счастью, там есть пристани ловья. Видно, святоши постарались. Внутри, похоже, одни зверолюди. Вон, видишь, заправка? Там бандиты. Я так понял, они там святош ловят. Тем в терминале, как медом намазано. Пока я тут сижу, уже троих так взяли. Глянь на вот то здание. Там бандиты пленников держат. То ли выкупы ждут, то ли что, но измываются над ними страшно. Я у батя раза три разрешение на вылазку запрашивал, но он ни в какую. Я его понимаю, но... Все равно, мы же всегда простой народ от такой сволочи защищали. В общем, еле сдерживаюсь. Ну ладно. Руины те, видишь? Там бандитский лагерь. Есть снайперы, как минимум один с крыши частенько прицелом блестит. Так что в психическую я бы на них не ходил. Мост сидит в глухой обороне. Боевики их носа не высовывают. Явно ждут, что мы их штурмовать будем. Так что о них сейчас беспокоиться нечего. Конечно, когда выдвигаться, тебе решать. Но в темноте обойти бандитов будет попроще. В общем, решай, а я обратно на пост. Доброй охоты! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Привет, Артём, ещё не пригнал вагон? А они со Стёпой на тебя рассчитывают, между прочим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok